Друзья, всем привет! Сегодня речь у нас пойдет про автомобиль, новый, который купить сможет далеко не каждый житель нашей страны. Такие машины покупают люди, у которых очень хороший достаток и доход. Речь у нас пойдет про Mercedes E-класса 5-го поколения, Double 213 кузов. На сегодняшний день это новый автомобиль, пока что анонсов рестайлинговых версий еще не представлено. Тем не менее, рестайлинг на горизонте, но мы сегодня будем общаться непосредственно по нашему автомобилю. Уверен, многие из вас скажут, что Mercedes, да Mercedes и немцы сегодня уже не те сплошные нарекания, сплошные болячки, дорогостоящий ремонт. Покупаешь машину новую, очень сильно теряет в цене. Другие же скажут, Mercedes, есть автомобиль, только Mercedes, все остальное это так уже неинтересно. Покупаем новую машину, катаешься, не паришься, получаешь от нее огромное удовольствие. В любом случае, мы сегодня с вами пробежимся вокруг автомобиля, сделаем тест-драйв, сделаем выводы, что же он из себя представляет на сегодняшний день. Сегодня пятница, 9 марта, следующим на очереди у нас будет Kia Stinger. Когда мы будем снимать, что сказать про автомобиль, вы можете высказать ваше мнение заранее, подписавшись на инстаграм-канал. Но прежде чем мы начнем, друзья, не забывайте о том, что я вам предлагаю купить вот такой маленький сувенирчик от меня. Тем самым вы поддерживаете развитие канала, потому что все собранные деньги от продажи мы потратим на новую камеру, на новые микрофоны. Цена вопроса 350 рублей, вы получаете уникальный брелок с госномером вашего автомобиля и снизу подписью. Отправляю почту, приходят в конверте, прям вам в почтовый ящик. То есть никуда идти на почту не нужно, домой приходишь и вот она лежит, плюс там же будет письмецо с парой строк от меня. Многие говорят о том, что вот вы дураки, такие брелки вешаете, потерял ключи, сразу кто-то нашел их и у тебя машину угнали. Друзья, ну по такому принципу, если ты просто потеряешь ключи, на них все написано Mercedes, Nissan, Mazda, можно пройтись по стояночке и пощелкать машинку, найти ее и также угнать, украсть ее и так далее. С другой же стороны, кто-то найдет ключи с вашим брелком, наверняка он захочет вам позвонить, сказать то, что я нашел ваши ключи, заберите, либо попросить какое-то вознаграждение, но люди все разные. В любом случае, ничего здесь криминального нету, бояться нечего. Цена вопроса 350 рублей, как заказать, в описании к видео будет электронная почта, пишите, все расскажу. Давайте начнем в первую очередь с цен. Ну смотрите, если вы сегодня зайдете в автосалон или на официальный сайт, то задний привод вас встретит с ценой 3 миллиона рублей, ну примерно. В нашем случае комплектация идет с полным приводом и она обходится владельцу в 3 миллиона 450 тысяч рублей. Конечно же, есть версии побогаче, есть Е400, есть Е300, они будут по цене примерно 4-5 миллионов рублей. Но для тех, у кого очень много денег, им прям нужен мощный автомобиль, есть Е43, есть Е63, есть Е63С. Эти автомобили доходят по цене до 8 миллионов рублей. Разгон там на самых мощных версиях составляет 3,4 секунды до сотни. Цены, которые представлены на Мерседес, это можно сказать от. От них вот можно отталкиваться, потому что есть дополнительные пакеты. Так, например, вы можете выбрать автомобиль за 3 миллиона 400 тысяч рублей и набрать еще допов на 1 миллион рублей. Это здесь вообще запросто. Человек, покупая автомобиль в декабре 2017 года, хотел, конечно же, оформить каско. Изначально ему цену назвали 240 тысяч рублей, полная каска, без франшизы. Естественно, он им сказал, ребята, это перебор. И сделал каску такую же полную за 140 тысяч рублей. Это, к слову о том, что у официальных дилеров, как обычно, цены космос. Техническое обслуживание на автомобиле стоит в среднем 25 тысяч рублей. Наш автомобиль можно считать новым, здесь пробег 5300 километров. Что касается внешнего вида. Ну, согласитесь, глядя на этот автомобиль, его нельзя назвать там агрессивным, молодежным, каким-то дерзким. Это действительно представительский автомобиль, это действительно бизнес-класс. Естественно, можно взять версии с АМГ-пакетом, там будет другая решетка радиатора, другие бампера. В общем, автомобиль будет немного более заряженным. Но все те, кто действительно катаются на дорогих Мерседесах, они, знаете, все время приводят такой пример. Вот версия АМГ, это и серия какая-то баллонка, которая одела шапку льва. А вот настоящая АМГ, где там очень много лошадиных сил и прям очень мощный звук, и машина едет 3 секунды до сотни, это совсем другое. Вот человек, который купил за 3 миллиона 400 тысяч, через 3 года, когда на машине будет порядка 100 тысяч километров, он в лучшем случае продаст эту машину за 2 миллиона рублей. Вот сегодня, запрыгнув на автору, вы можете увидеть то, что автомобили 2016 года с пробегом 50-60 тысяч задним приводом продаются по цене примерно 2 миллиона 200 тысяч рублей. Есть автомобили с полным приводом и поменьше пробег, там ценник будет стоять примерно 2 миллиона 700 тысяч рублей. Есть, конечно, индивидуумы, которые пытаются продать автомобиль там 16-го года с пробегом 20 тысяч за 3 миллиона 400 тысяч рублей. Я не знаю, о чем они думают, потому что за 3 миллиона 400 тысяч можно купить новую машину. Взглянув на автомобиль, нас, конечно же, встречает узнаваемая решетка радиатора и звезда на капоте. Напомню, это 5-е поколение, первое поколение Е-класса вышло в 1984 году и выпускалось по 1995 год. Мы же можем помнить этот автомобиль из бандитского Петербурга, когда представлена была версия W124. В принципе, легендарный автомобиль, многие даже покупали эти кузова для того, чтобы сделать из них какие-то спецпроекты на YouTube. Конечно, немаловажную роль играет диодная оптика. В нашем случае ставятся, в принципе, стандартные штатные фары. Они имеют ближний-дальний диодный свет. Есть, конечно же, фары более продвинутые, так называемая технология MultiBeam. Этот пакет стоит 105 тысяч рублей. Что они из себя представляют? Вот ты, конечно, автомобиль, у тебя, по сути, всегда будет включен дальний свет. Но впереди идущий тебя автомобиль всегда будет находиться как бы в тени. Все, что есть слева-справа, неподсвеченные фары будут подсвечивать. То есть они как бы никого не слепят, и в тот же момент они освещают все темные участки дороги. Вот у владельца, например, до этого автомобиля была GL-ка, и там как раз эти были фары MultiBeam. С его слов, он говорит, вообще тупая технология, в том плане, что ты едешь, что-то он какой-нибудь фонарь вечером увидит, сразу там гаснет. В общем, ему, как они работают, фары не понравилось. В тот же момент люди, которые покупают автомобиль новому, пересаживаются в первый раз на Mercedes, говорят, Ой, очень классно, прям фары космос. Надо покататься, сделать свои выводы. В любом случае, штатная диодная оптика светит достойно. Никаких противотуманок здесь нет, никакого смысла от них абсолютно нет, особенно в зимнее время. Но знаете, когда действительно идет снегопад, и они как бы нужны, все это очень хорошо заваливает снегом. Дорожный просвет у автомобиля 160 миллиметров. Передний свет бампера, в принципе, достойный. Для города передвигаться пойдет. Понятное дело, что ни в какие ухабы на таких автомобилях не ездят. Многие, рассказывая про этот автомобиль, частенько его сравнивают с S-классом. Но говорят, что вот E-шка, это не DS-класс. Как бы она построена тоже на одной платформе MRA. На этой платформе построено уже более 10 автомобилей. Собственно, что здесь можно сказать? Вот этот автомобиль однозначно для водителя. Вот если S-класс взять, то это, скорее всего, люди покупают для того, чтобы ездить на нем сзади. То здесь садишься вперед и понимаешь, что здесь сделано все именно для водителя. Владелец перед покупкой автомобиля обращался в салоны BMW, обращался в Audi. Посмотрел, но ему не понравилось. Мерседесы ему очень знакомы. Хотел, конечно, поменять что-то новенькое взять. Но, тем не менее, остановился на E-шке. И на сегодняшний день он в ней не разочаровался. В общем, про внешний вид автомобиля можно, как обычно, говорить бесконечно. Плавные линии. Все сделано гармонично. Машина серьезная, солидная. Подъехал, сразу видно то, что ты человек с деньгами. Тут мы кашу по тарелке размазывать не будем. Пойдемте, откроем капот и посмотрим, что нас встретит там. А встречает нас здесь, в принципе, всем известный 274-й мотор. Маркировку полную вы сейчас видите на экране. 2 литра, 184 лошадиные силы. Паспортный разгон до первой сотни 7,9 секунд. В принципе, самый долгий Мерседес с двухлитровым мотором разгоняется за 8,4 секунды. Машины действительно шустренькие, едут очень хорошо. Работает данный мотор в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач 9G-троник. О ней мы поговорим чуть позже. Что нам известно про этот мотор? Помните, когда мы еще снимали ЦЭшку, были названы проблемы в виде термостата, цепь, звезды. На сегодняшний день официальный дирк, конечно же, во все горло кричит, что эти проблемы давным-давно решены. На форумах, в принципе, дается этому подтверждение. На сегодняшний день те люди, кто владеет этим автомобилем, проехали более 50-70 тысяч. Таких проблем не испытывают. 50-70 тысяч, ты скажешь, да что это такое, это вообще ни о чем пробег. Но, как показывает практика, люди, кто покупают эти машины, много не ездят. В лучшем случае 100 тысяч, 120 тысяч накатывают, скидывают автомобили и покупают себе новые. Поэтому рассказывать о том, что у этого мотора есть какие-то болячки, повальные нарекания, не могу. Тем не менее, время покажет. Единственное, что нашел по этому мотору, человек, проживающий на севере, купился такой автомобиль. Там он передвигается на расстоянии примерно 300-400 километров между городами. При этом температура за бортом минус 38 градусов. Однажды он говорит, еду, вылетает ошибка на приборную панель, связанная с маслом. Останавливаюсь, открываю капот и вижу, что здесь такой масляный плевок. Обхожу автомобиль по кругу, а сзади из выхлопных труб шла прям целая копоть такая. То есть автомобиль весь черный сзади стоял. Обратился к официальному дилеру, сказали, что да, проблемка, там какой-то датчик подмерзал. В общем, мы что-то поменяли, не помню, что конкретно. Помню, что были проблемы, связанные с супуном. Факт в том, что это встретилось единожды на автомобиле, который эксплуатируется на севере. Тем не менее, компания Mercedes заявляет, что все автомобили, которые поставляются на север, в тяжелые условия. Перед продажей две недели проходят обкатку, испытания в тяжелых условиях. Правда это или нет? Не знаю. Переходим к девятиступенчатой коробке передач 9G-Tronic. Пришла она на смену коробке 7G-Tronic Plus. Это, по сути, седьмая автоматическая коробка передач, разработанная компанией Mercedes. Как обычно, все это собирается на заводе в Германии, где собрано уже за последние 50 лет более 22 миллионов коробок. Что мы про нее знаем? Задача стояла одна. Сделать ее более экономичной, сделать ее полегче, при этом, чтобы все размеры остались те же. И вот компания заявляет, да, мы справились с задачей, наши инженеры сделали коробку легче. И вот это, знаешь, наши инженеры сделали коробку легче. Коробка девятиступенчатая, первая девятиступенчатая автоматическая коробка передач в мире. В общем, знаешь, одни сплошные награды достижения. Начинаешь встать в интернете, и все статьи, которые есть, они все под копирку одни и те же. То есть, видимо, заплатили, и все рассказывают о том, какой хороший идея G-Tronic. Я решил посмотреть, насколько же стала легче коробка. 7 G-Tronic Plus весил 96 килограмм. 9 G-Tronic весит 95 килограмм. То есть, на один килограмм она стала легче. Вот вы, эксперты, некоторые из вас есть, напишите, намного ли это играет роль, когда облегчили коробку на один килограмм. Что она из себя представляет? Коробка, на самом деле, очень технологичная. То есть, вы можете ехать со скоростью 60 километров в час, у вас будет восьмая передача, и при этом крутящий момент будет идти примерно 1350. Если вы едете на большой скорости, например, там 130-140 километров, тоже будет повышенная передача, и тоже будет небольшой крутящий момент. В тот же момент, когда вы останавливаетесь, начинаете трогаться, здесь есть множество режимов управления. Можно включить самый овощной, чтобы экономить топливо. Можно включить режим спорт. Коробка работает очень шустро. Переключения между передачами вы, в принципе, не чувствуете. Какие-то нарекания? Ну, конечно же, как обычно, можно докопаться. Вот даже сейчас я вам хочу зачитать один маленький отзыв. Я бы даже сказал, это не отзыв, а комментарий, который я нашел на сайте drive2.ru, где человек обсуждал свой автомобиль E200, и человек пишет следующее. Ну, смотрите, отмечают, что топливо экономит, и вы можете двигаться со скоростью 60 километров в час на восьмой передаче. Обороты при этом будут тысячи ньютон-метров. Что происходит при этом с давлением масла в двигателе, неизвестно. Обороты должны быть такими, чтобы всегда поддерживать свободное вращение коленвала. И вот знаете что, на этот комментарий поставлено примерно 50 лайков, и ниже все такие, типа, да, ну, как бы, знаешь, звучит умно. Я думаю то, что какой-то комментатор и инженер от Мерседес, наверное, лучше знают, как, что должно быть сделано. Автомобили ездят, работают. Гарантия на автомобиль. Два года без ограничения пробега. Следующие два года ты, если будешь обслуживаться официального дилера, и вдруг что-то случится, тебе также смогут поменять по гарантии. Все проблемы в подкапотном пространстве, как правило, хлебнет уже второй владелец. Потому что, покупая новый автомобиль, люди катаются, гарантийный срок заканчивается, скидывают, покупают новый владелец. Здесь отметил следующее. Вот ему не понравилась вот та штучка, куда заливать нужно воду. Говорит, то, что поставлено, оно очень неудобно. Мол, нужно открывать ее, как-то подлазить. Ну, как-то сделано неправильно. Потому что раньше у Мерседеса они всегда располагались в передней части. На этом здесь что-то рассказывать больше нет никакого смысла. Нахваливать коробку, либо говорить, что она плохая. 9G-троник, запрыгнул в интернет, нашел одну компанию, которая занимается ремонтами. Три дня им звонил, трубку никто не взял. А так нареканий каких-то нет. Но на 7G-троник предыдущие нарекания были. Идем дальше. Габариты автомобиля вы сейчас видите на экране. Здесь все, как обычно, стал чуть-чуть больше, стал чуть-чуть легче. Вес автомобиля 1665 килограмм. Лакокрасочное покрытие. Та тема, которая волнует многих автолюбителей. Покупая автомобиль, многие начинают закатывать машину пленкой. Здесь я вам хочу сказать следующее. Все зависит от того, как ты следишь за автомобилем и как ты к нему относишься. Я думаю, каждый из вас сталкивался с такой ситуацией, когда вы едете по трассе. Плохая погода, летит грязь, снег, песок. Выходит на обгон фура. И автомобиль, да, сзади идущий, упирается к ней, начинает ей моргать. При этом все вот это дерьмецо летит на него, пескоструй жесткий, что прям аж чувствуется, как по автомобилю все это. Отлетает камушки. Она уходит. И вот он постоянно такую эксплуатирует. Конечно же, у такого владельца машина там к 100 тысячам будет выглядеть очень уж шатаной. Будет вся в сколах, вся в царапках. Если же за автомобилем следить, мыть его бесконтактной мойкой, не протирать, с ним проблем никогда не будет. Сказать о том, что у немцев сейчас лакокрашное покрытие прям в разы лучше, чем у японцев. Конечно, это в принципе так, но доказать это как-то, знаешь, там, замерами я не могу. Подвеска у нас идет как передняя, так и задняя, независимая, многорычажная. Автомобиль покупается изначально на резине с технологией RunFlat. Это говорит о том, что сзади у нас нет никакой запаски. Естественно, резина сама по себе жесткая. Колеса у нас идут 17-й. Вот он непосредственно жалуется на подвеску на одно, что когда едешь по неровной дороге, по какой-нибудь разбитой, вот очень хорошо слышно, как работает подвеска. То есть, напоминает какие-то стуки, что его очень сильно удивило. С другой стороны, если мы сейчас с вами пойдем кататься, мы катаемся по асфальту, никаких нареканий и претензий к ней не будет абсолютно. Клиренс у автомобиля 160 миллиметров. Передние, задние тормоза идут дисковые, вентилируемые. Понятное дело, что полный привод здесь идет в фирматик. Он сделан только для того, чтобы ты мог комфортно выехать из двора. Задний привод на автомобиль. Друзья, ну давайте быть честными. Если сегодня рассматривать тут Россию и задний привод, то в зимнее время, да ты намучаешься этим автомобилем. Я ничего не хочу сказать против там заднего привода. Но тем не менее, он сделан непосредственно для того, чтобы ездить по асфальту. Заснеженная горочка, ледяная горочка, до свидания. Ты уже там никуда не заедешь. С полным приводом на седанчике, ты, конечно, будешь чувствовать себя максимально комфортно. Распределение крутящего здесь идет примерно 55 назад и 45 наперед. Мерседесы, машины наборные. Поэтому вы можете найти под себя и пневмоподвеску, и спортивную подвеску. То же самое связанное с внешним видом и с интерьером. Есть стайлинг, куча различных пакетов. Все можно выбрать под себя. В вечернее время машина, конечно же, подсвечивается. Нажимаешь на кнопочку, все красиво выглядит. Вот покажи, пожалуйста, заднее место. Вот просто задний диван. И как здесь все выглядит. Белая кожа идет. На самом деле, друзья, вот я сажусь, вот у меня некоторые говорят, ты Мазда-дрочер, ты Японо-дрочер. После последнего видео с Тигуаном, так и вовсе говорят, типа, вагоненавистник, ты не понимаешь немцев. Кого я не понимаю немцев? Да я бы эту тачку взял бы с большим удовольствием. Просто очень смущает то, что она теряет в цене. А так, Е-класс, бэушный, с удовольствием. Садишься сюда. Ну, места спереди, в принципе, достаточно. Человек ростом, который ездит на автомобиле, примерно метр восемьдесят два, как и я. У меня метр восемьдесят два плюс два сантиметра подвеска. Сидеть очень удобно. Конечно, хотелось бы сидение подвинуть вперед, но, тем не менее, передвигаться сзади по городу нормально. Как сказал в самом начале, автомобиль больше сделан именно для водителя и пассажира. Сзади здесь может сидеть, ну, максимум, какой-нибудь ребенок, там, из серии лет 12-14. Отделка очень хорошая, кнопки, вот прям вот реально, знаешь, садишься в дорогой автомобиль и понимаешь, что что-то у нас на Тестинге, например, первый раз такая машина, чтобы вот прям сидишь сзади, думаешь, блин, ну, нифига себе, бурмистр так интересненько. Кнопочки, фигопочки. Сидение заднее тоже можно сложить, что-то перевозить. Я считаю, что это правильное решение. Ну, знаете, на некоторых Lexus сделано так, что задний ряд сидений сложить нельзя. Почему? Ну, типа, серьезная машина, зачем тебе складывать? Я директор, и я сам решаю, складывать мне сиденье или нет. Такая возможность у меня быть должна. В остальном же, сидя на заднем диване, чувствуется, что машина не дешевая, богатенькая. Поэтому пойдемте потихонечку дальше, так как охота уже на ней покататься. Бак в автомобиле у нас идет 66 литров. Переходя к задней части автомобиля, ну, посмотрите сами, нас здесь встречает довольно-таки симпатичная задница. Красивые задние фонари, красиво сделана раздвоенная система выхлопная. В принципе, все сделано симпатично, но в тот же момент, ну, согласитесь, нет здесь прям чего-то такого прям вау, прям нифига себе, круто, к чему взгляд мог зацепиться. Машина очень технологичная, различные пакеты есть, то есть багажник можно было бы открывать и с кнопки, и там ногой провести, он откроется, закроется, все это есть. Сам багажник идет порядка 540 литров. В принципе, он большой, вот покажи, пожалуйста. Большой, я бы сказал, относительно. Что-то сюда положить можно, но вот 4 колеса, например, там, или 4 покрышки, ты сюда не положишь, не поместится. Все сделано достойно, но вот потрогай здесь, да, обшивка хорошая, сверху ее нет, ну, как во всех автомобилях, здесь это не затянуто. Открываем снизу, здесь ниша, которая, как бы, по идее, подразумевает, что когда-то сюда могли бы уложить колесо, но сюда колесо никакое не поместится, не докатка и так далее. На Run Flat кататься на таких машинах, я считаю, это вообще кощунство. Действительно, это жесткая резина, и поэтому лучше купить одно запасное колесо, если ты отправляешься куда-то на дальняк. А если передвигаться по городу, ну, что тут вообще переживать? Сейчас телефон, интернет позвонил, тебе приеду, все сделаю прямо на месте. Присев автомобиль Е-класса, я действительно понимаю, что это реально очень крутая тачка с точки зрения интерьера. И находиться в ней, в какой-то сратой баллоневой куртке, ну, это некрасиво. На самом деле, на этом автомобиле хочется передвигаться в красивой чистой рубашечке, накинуть легкий галстук, пиджачок, ездить решать серьезные задачи. Но никак не купить этот автомобиль на последние деньги, в кредит лет так на пять, и водить на нем пиццу, либо же ездить на нем на работу на завод. Не тот уровень. Вот смотрите сами. Если посмотреть на интерьер, здесь реально все сделано с точки зрения хай-тека. Два огромных дисплея, которые могут показывать вам навигацию, еще что-то. Навигация идет здесь как доп. опция. Грубо говоря, если ты покупаешь автомобиль за 3 миллиона на заднем приводе, то у тебя навигации не будет. А этот пакет стоит 250 тысяч рублей. Хочешь задать вопрос у Мерседеса? Когда вообще вы, суки, нажретесь? Вот что такое? Ты продаешь тачку, за три ляма стоит два дисплея, но, блин, навигация 250 тысяч. Вы вдумайтесь, 250 тысяч. Да за что? За такие бабки можно купить себе несколько компьютеров iMac, можно купить себе различного рода телефоны. В общем, я считаю то, что Мерседес на бренде очень сильно накручивает. Ну, как и другие компании. Вот если посмотреть даже вот эту центральную консоль, которая идет у вас вместе с подлокотниками, переходит на это реально сделано все очень круто и очень удобно, массивно. Вот эта деревянная вставка очень крутая вещь, потому что многие люди, у которых она идет глянцевая, жалуются на то, что через месяц-два появляется очень много царапок, даже если ты ее особо не задеваешь. Переключение с электром передач находится на руле. Здесь у нас идет управление мультимедией. Рассказывать о том, что автомобиль технологичный можно бесконечно. Все детали в интерьере сделаны так, что ты понимаешь, что это дорогая тачка. Вот о богатых людях компании пекутся по полной программе и им действительно дают изыски. Вот вы посмотрите, даже сюда хотя бы просто подсветка внутренне идет салона. Сделано так, как будто эти маленькие кристальчики расположены. Очень интересно сделано, смотрится красиво. Очень толстые стекла, то есть дверь даже сама по себе такая тяжеленькая. Поэтому я думаю, шумка здесь будет на уровне. Ну что, давайте проверим, что он из себя представляет на ходу и отправимся в маленький тест-драйв. Самый интересный тест-драйв, который начинается у нас, это отстоять сначала минут 30 в пробочке. 9 марта, праздничные дни, все ходят по магазинам. Но вот в этом автомобиле стоять в пробках, вот серьезно говорю, большое удовольствие. Сижу, сиденье настроил в первую очередь под себя. Действительно, очень удобно. Подлокотник, вот здесь подлокотник, не то, что в тягуане нужно приподнять, там какая-то дырища остается, но зато он в трех плоскостях. Здесь он не регулируется вверх-вниз, но он находится в том месте, на том положении, где это действительно нужно. Дисплей, ну это какая-то песня. Вот солнечный день, блики по идее должны быть, но никаких бликов нету. Я сижу в автомобиле и вижу прекрасно всю приборную панель, непосредственно большой дисплей. Посадка в автомобиле сделана так, что я вроде бы невысоко сижу, но в тот же самый момент капот я вижу очень хорошо. То есть на седанах это редкость. И очень хорошо видно, естественно, звезду на капоте, которую очень многие сравнивают именно как с прицелом. Какие изъяны бывают по салону? Ну, в первую очередь, вот бывает так, что люди жалуются на какие-то скрипы, которые доносятся вот из этой части, из передней панели. Как они это убирают? Ну, обращаются к официальному дилеру, я думаю, они ее разбирают, проклеивают дополнительно, проходят специальными средствами. Вот скрипы присутствуют, и людей это очень сильно возмущает. Еще интересная история этого автомобиля заключается в том, что вот мы, например, передвигаемся на Ешке, это Ешка отца. А сын у него ездит на Х5, на Х5 стоит прямо перед нами. И тоже новенький. Парню 22 года. Папа сделал подарок, это нужно уметь радоваться. Ребята, не надо кричать, а вот, мажоры, еще что-то. Если бы ты умел зарабатывать, и мог бы зарабатывать, и подарить своему сыну, или своей дочери, дорогую тачку, ну, согласись, ты бы это сделал в первую очередь. Мы выезжаем на дорогу, здесь была реально разбитейшая дорога, но ехали мы по ней очень медленно, и вот медленно проезжая неровности, ну, серьезно, прямо вот проезжаешь, просто на корабле проплываешь. Очень мягенько подвеска отрабатывает. Выходим напрямую, едем сейчас примерно 40 километров в газ в пол. Машинка поскакала уже 80. В принципе, знаешь, разгон происходит в штатном режиме, мы не переводим коробку в спортивный режим. Машинка едет. Заявленный разгон, напоминаю, 7,9 секунды. За счет того, что у нас полный привод, пробуксовок никаких не будет. Но на этой тачке, я тебе, серьезно говорю, неохота гонять. Вот, по крайней мере, ты едешь, передвигаешься, она тебе даст эти возможности. Выйти сейчас на трассу, дать на ней 230, машина будет стоять как вкопанная. Это серьезно так. Многие люди отмечают, да и вы все прекрасно знают, что все немцы абсолютно славятся именно своими ходовыми качествами, то, как они стоят на дороге. Сейчас мы едем со скоростью 100 километров в час. Именно по этой дороге мы ездили на прошлой неделе на Тигуане, тоже примерно со скоростью 100 километров в час. Там резина была не шипованная. Здесь же у нас идет шипованная резина. И я вам скажу так, что в принципе в машине реально очень тихо. Снизу вот гул от колес, он присутствует. У мерседесов есть, как обычно, дополнительный пакет. Вы можете сделать дополнительную шумоизоляцию еще непосредственно перед покупкой. Но вот соточку катаешься достойно. Я ни в коем случае не пытаюсь сравнивать мерседесы Тигуан. Я просто вам в целом говорю, что вот есть машины попроще, есть машины подороже, посерьезнее. И здесь это ощущается. Очень хорошо чувствуется тишина именно от дверей и от стекол. Стекла плотненькие, и поэтому в принципе все сделано достойно. Чуткость рулевого управления. Ну знаете, например, вот мы едем дорогу ровно, левее правее даешь от руля, сразу идет отклик. На самом деле, прям раз, раз. Машина действительно очень послушная. С другой стороны, все равно нужно привыкать, как и к любому автомобилю, и вот сказать так, что я сейчас прям еду, оп, левее, правее, блин, ну она даже, знаешь, как будто слегка плавает, как будто бы. То есть нет такого, знаешь, вкопанности и серии, как вот это может быть на С-шке какой-нибудь, спортивной, с жесткой подвеской. Здесь, в принципе, автомобиль больше настроен именно на плавность, хода и комфортную езду. Мы проезжаем сейчас стыки различные на дорогах, вообще не ощущается. Ну так, знаешь, так, на автомобиль можно установить 19-й колесные диски на лето. Да, он будет выглядеть симпатичнее, но с точки зрения комфорта он станет намного жестче. Здесь сейчас стоят 17-е колеса, на лето я бы сюда поставил хорошую резину, какую-нибудь мягенькую, для того, чтобы по максимуму получать удовольствие. Скорость в автомобиле вообще не чувствуется. Не буду привлекать к себе внимания, мы сейчас едем с нарушением, но в тот же момент такое ощущение, как будто мы едем 90 километров. И вот что самое удивительное, ну, пацаны, в 160 едем, гул вообще в машине не стоит. Серьезно говорю, я удивлен тому, что мы сейчас можем ехать, общаться спокойно. И реально слышно очень хорошо, то есть не нужно повышать голос, не нужно кричать. В этом плане действительно огромный плюс. Не представляю, что будет с автомобилем, если сюда еще заказать дополнительную шумку. Отмечу, что штатные тормоза, на мой взгляд, тоже такие, знаешь, сделаны именно на плавное, что ли, торможение. Чтобы прям, естественно, не затормозили, нужно прям сильно нажать на педаль тормоза. Потому что мы сейчас передвигаемся, пытаясь плавненько притормаживать, а машина прям, действительно, прям очень плавненько притормаживает. Соответственно, приходится немного дотапливать. Если поговорить за автомобиль в плане надежности, понятное дело, что если что-то здесь сломается после гарантийного обслуживания, ремонт может прилететь в копеечку. Но, как правило, людям, которые их покупают, это копеечка, ну, будет там ремонт на 100-200 тысяч рублей. Ну и что? Человек, покупая этот автомобиль за 3,5 миллиона рублей, знает, что через 3 года машина будет, он продаст ее на полтора миллиона дешевле. И его это не смущает, он берет себе этот автомобиль. А вы там говорите о том, что он, блин, 100-200 тысяч ремонт. Совсем другой уровень, совсем другие доходы. Поэтому владельцы этих автомобилей, которые покупают их новыми, за них не переживают вообще. Что же будет на вторичке, когда ты его купишь там за миллион 800, за 2 миллиона рублей, это, естественно, вопрос. Покупать такие машины на последние не стоит. Когда мы снимаем различные автомобили, я вам всегда высказываю свое личное мнение, говорю, вот эту машину я бы хотел себе купить, эту не хотел бы. Вот если поговорить за Ешку, я думаю, вы поняли, что я бы ее очень сильно хотел купить и найти предложение на бэушную, например, там за 2 миллиона с полным приводом вот в такой же даже комплектации, блин, вообще, я бы с удовольствием. Особенно, знаешь, когда пробег будет тысяч тридцать-сорок и она прям в очень хорошем состоянии. Конечно же, это предложение из серии сказки. 2 миллиона она будет столько, когда у нее будет пробег за сотку и там 3-4 года. Тем не менее, автомобилем я полностью доволен. Вот так покататься на нем, понимая, что такое богатая, роскошная жизнь и на каких автомобилях передвигаются люди, у которых действительно есть деньги. Друзья, самое время делать выводы. Вот покатавшись на этом автомобиле, я прекрасно стал понимать, что такое бизнес-класс, что такое шумоизоляция, что такое комфорт, что такое вообще в целом отношение к клиенту, у которого есть деньги, как сделан дорогой салон автомобиля. От нее остались только положительные эмоции. Вот стоишь, смотришь на автомобиль, думаешь, блин, ну Мерседес и Мерседес, заглядываешь в салон, ну да, красиво, но прокатившись на нем, это реально бомба. Что касаемо скидок, вот на эти автомобили можно сбивать цену примерно в 200-600 тысяч рублей. Все зависит от комплектации и условий покупки. Если ты приходишь покупать только за наличный расчет, всегда можно найти автомобиль со скидочкой в 200-300 тысяч рублей. Это не проблема. Если ты покупаешь автомобиль по системе трейдин, берешь кредиты, то сумма скидки будет больше. Но опять же, как сумма скидки будет больше? Здесь шарик лошарик, все условия нужно изучать, детально смотреть. Единственный минус этого автомобиля в том, что он очень сильно теряет на вторичном рынке. Если поговорить про надежность автомобиля, здесь, конечно, спорная ситуация, потому что все те, кто покупает новым автомобиль, идет гарантия. Если что-то сломается не по гарантии, для людей с деньгами это в принципе не вопрос. Если посмотреть на вторичку, то здесь вопрос хороший. Опять же, когда ты найдешь этот автомобиль, с каким пробегом, сколько ты сам на нем проедешь, как ты на нем будешь ездить, как на нем ездил до тебя владелец. Здесь такая палка о двух концах, но как обычно, сегодня тенденция такая, что Мерседес и немцы в целом сегодня уже не те. И, конечно же, это компьютер на колесах. Здесь есть столько вспомогательных систем, а если набрать все максимально возможные доп. пакеты, это будет реально корабль, в который ты садишься и он может реально практически уже ехать за тебя. Все, что остается научиться этому автомобилю, именно вот задавать маршрут, то, что ты вышел из дома, сел, нажал на работу, заснул, сел там вообще сзади, и он у тебя приехал, привез, запарковался, ты проснулся, о, уже приехали. Хочется ли такой автомобиль после прохождения тест-драйва и знакомства с ним? Ну, я думаю, из этого видеоролика вы поняли, что да, очень сильно хочется. Если вы будете говорить, да нет, и что, Mercedes, это не то, друзья, поверьте на слово, вот достаточно пройти тест-драйв, покататься на нем часик, и выводы вы уже будете делать совсем другие. Ну что ж, на этом у нас сегодня все, обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, там всегда выходят только свежие новости касаемо наших видеообзоров. Следующим у нас будет Kia Stinger, у меня на этом сегодня все, до новых встреч, всем пока-пока!